Тема нашего сегодняшнего выпуска – лечение гипертонии. Ну, тема на первый взгляд простая. Казалось бы, что проще, чем лечить гипертонию? Пей таблетки и всё, и будет хорошее давление. Но таблетки от давления гипертонию не лечат. Они только сбивают повышенное давление на то время, пока вы принимаете эти лекарства. Как только вы их принимать прекращаете, давление возвращается к прежнему высокому уровню. В чём минус таблеток? Особенно, когда человек пьёт много всяких разных таблеток от давления сразу. Большинство таблеток от давления со временем начинает давать побочные эффекты. И самое главное, что постепенно все эти побочные эффекты накапливаются. Вообще сейчас случилась довольно странная ситуация. То есть мне на своём врачебном приёме примерно в половине случаев приходится лечить человека не от болезней, с которыми он ко мне, по идее, должен был прийти, а мне приходится лечить именно побочные эффекты от таблеток. То есть приходит человек, у него болит суставы или у него какие-то другие симптомы. Боли в мышцах, боли в спине, анемение рук, кружится голова. И естественно человек с этими симптомами ходит по врачам, пытается найти способ лечения этой болезни. А выясняется, что эти симптомы возникают именно из-за таблеток. Поэтому мы с вами должны постараться при лечении гипертонии использовать как можно меньше таблеток. Но, конечно, вы в этой ситуации спросите меня, а что же делать, если мы не хотим пить таблетки, как можно лечить гипертонию? Мы должны лечить гипертонию, устраняя сами причины этой болезни, а не просто влияя на её симптомы. И сделать это не очень сложно. Ну, давайте пройдёмся по пунктам. Итак, способ номер один. Нужно сократить количество соли в своём рационе. Надо понимать, что современные люди едят соль намного больше, чем ели наши предки ещё и 200-300 лет назад. Тогда соль была в дефиците, её не хватало. Вы даже, может быть, вспомните из истории, что было такое понятие соляные бунты. Сейчас соль не дефицит, её хватает, и люди стали есть солёные гораздо-гораздо больше, чем раньше. Ну, приведу случай своей совсем недавней практики. На приёме была девушка, у которой необъяснимым образом стало повышаться давление, когда она переехала жить в семью своего мужа. Выяснилось, что в этой семье все очень любят кушать солёное. И вот ей тоже пришлось, ну, вместе со всеми родственниками мужа, перейти на солёную еду. И что вот именно переход на солёное привёл к тому, что давление у неё стало расти. Естественно, никакие таблетки это давление сбить не могли. Когда мы выяснили причину повышения давления у этой девушки и договорились, что она уменьшит в рационе количество соли, то довольно быстро нам удалось её гипертонию вылечить. Естественно, у вас возникает вопрос, сколько соли можно есть? Сколько соли нужно употреблять каждый день? Примерно до 5 граммов соли. Вот стараться ограничиться этим количеством. Второе. После того, как мы ограничили потребление соли в нашем рационе, нужно пересмотреть сам режим питания и режим приёма, ну, скажем, воды или напитков. Так уж получилось, что большинство современных людей утром и днём ест мало, потому что находятся на работе, а вечером, ну, почти все едят много, да ещё и такая чисто традиционная русская привычка – пить на ночь чай. Так вот, если мы хотим справиться с гипертонией, надо постараться урезать вечерний рацион, ну, вроде бы об этом все знают и, казалось бы, это очевидно, но тем не менее. То есть стараться больше кушать утром и днём и меньше кушать вечером. А самое главное, надо избавиться от привычки пить чай после 10 часов вечера. К слову, как узнать, что давление, возможно, повышается у вас именно от вечернего приёма пищи или от того, что вы пьёте много напитков на ночь? У любителей поесть поздно вечером и попить вечерний чай давление обычно повышается именно под утро. То есть утром давление высокое, днём к вечеру давление снижается и опять же на следующий день всё повторяется. Утром высокое давление, днём к вечеру давление нормальное и так изо дня в день. Вот такой симптом может быть показателем того, что давление повышается у вас из-за неправильного режима питания. Следующая причина гипертонии, опять же, достаточно очевидна, это гиподинамия, то есть нехватка движения. И справиться с давлением в данном случае довольно просто. Возьмите за правило гулять после ужина. Ну, хотя бы полчаса-часа прогуливайтесь вечером. Таким образом вы поможете своим кровеносным сосудам и давление потихонечку будет снижаться. Четвёртая возможная причина повышенного давления – это кофемания. Вообще, современные люди очень любят пить кофе. И это понятно, напиток вкусный. Но нужно понимать, что кофе является довольно сильным стимулятором. Скорее всего, 1-2 чашки кофе в день вам не повредят. Но вот у тех людей, которые привыкли пить 3-4-5 чашек кофе в день, со временем кровяное давление начинает повышаться довольно сильно. А как понять, повышается у вас давление из-за кофе или нет? Ну, любителям пить по 5 чашек кофе в день полезно будет провести на собой очень простой эксперимент. Откажитесь на неделю от кофе и посмотрите, что за эту неделю произойдёт с давлением. То есть, если давление за эту неделю придёт в норму, значит, дело было в кофе. Если ваше давление как было повышенным, так и осталось, значит, дело было не в кофе. Наслаждайтесь и дальше своим любимым напитком. А мы с вами переходим к пятой причине гипертонии – нехватка воды. В наблюдениях за большинством людей, болеющих гипертонией, было замечено, что эти люди пьют всё, что угодно – чай, кофе, соки, пиво, но очень мало пьют воды. Поэтому одна из рекомендаций для гипертоников – употребляйте больше воды. Но, конечно, не надо доходить до абсурда. В одной из наших программ мы рассказывали, что в день нужно примерно пить 1 литр чистой воды. Не 2, не 3, конечно, как рекомендуют сейчас некоторые целители. То есть, 1 литр воды нужно употреблять ежедневно. Чай, кофе и остальные напитки в это количество воды не засчитываются. То есть, литр воды. К слову, как понять, достаточно ли воды вы пьёте? Есть такой показатель анализа крови, его можно сдать. Этот показатель называется гематокрит. Если он у вас повышен, значит, вы пьёте воды недостаточно. Если гематокрит снижен, ну, это уже другие патологии, они бывают крайне редко. То есть, ещё раз, сдаём анализ крови на такой показатель, который называется гематокрит. И смотрим. Повышен, значит, вам воды не хватает. Правда, некоторые люди, болеющие гипертонией, считают, что если пить много воды, то давление повысится ещё больше и появятся отёки. И это, в самом деле, так, но только при условии, что вы продолжаете употреблять в пищу очень много соли. Если же потребление соли вы сократили и при этом пьёте больше воды, никаких отёков и повышения давления не произойдёт. Но, напоминаю, не пьём воду на ночь. А теперь открываем козырь в лечении гипертонии. Если мы хотим справиться с повышенным давлением, особенно в тех случаях, когда повышается нижнее, то есть, так называемое диастолическое кровяное давление, вот нижний показатель давления, в этом случае нам нужно перейти на молочно-растительную диету. Что это за диета? Ну, вы вполне можете посмотреть, как правильно составлять рацион этой диеты. Это можно посмотреть в интернете, в гугле. Но ключевое правило – убираем всё самое вкусное из еды, то есть, не едим жареного, не едим копчёного, едим как можно меньше мяса, убираем сладости и переходим на растительные продукты, то есть, фрукты, овощи, на каши, немножко курочки, немножко нежареной рыбы, побольше молочных продуктов. Это вот называется молочно-растительная диета. То есть, минимум вкусного, максимум полезного. Такая диета позволяет снизить кровяное давление достаточно успешно, особенно в тех случаях, когда повышается нижнее кровяное давление, диастолическое. Ещё один козырь. Очень часто причиной гипертонии становится нехватка калия и магния в организме. Поэтому при повышенном давлении очень хорошо помогают препараты магния. Не всегда, но во многих случаях. Вот я периодически рекомендую своим пациентам употреблять такой препарат – это магний B6, магнелис B6. Препараты магния, которые, например, мы часто назначаем нашим пациентам от судорог в ногах, они в то же время помогают снизить повышенное давление. То есть, даже если не принимать другие лекарства от повышенного давления, у многих гипертоников на фоне приёма препаратов магния давление снижается до нормы. Ещё один препарат, который полезен большинству людей, страдающих от повышенного давления, это банальная настойка боярчника. Да-да, именно та самая настойка боярчника, которую любят принимать некоторые люди, ну, скажем так, страдающие от пагубной зависимости. В данном случае мы возьмём от них пример и будем принимать боярчник, ну, каждый вечер, примерно по одной чайной ложке. Разводим одну чайную ложку боярчника в стакане воды или в полстакана воды и принимаем за ужином каждый вечер на протяжении двух месяцев. Такое лечение не только поможет снизить повышенное давление, но и улучшит работу сердца. Кроме того, при повышенном давлении можно во многих случаях с успехом принимать препараты банальной валерьянки. Валерьянка в таблетках. Порой, даже если не пить какие-то другие таблетки от давления, но принимать валерьянку в правильных дозах, давление стабилизируется. Что такое правильная доза? Это три таблетки валерьянки днём или утром и 4-5 таблеток валерьянки на ночь. Курс лечения 1-2 месяца. Но тут надо иметь в виду, что у некоторых людей от валерьянки происходит неправильная реакция, то есть примерно 10% людей от валерьянки не успокаиваются, а наоборот возбуждаются. В таком случае вместо валерьянки можно принимать настойку пустырника в каплях. Следующий рецепт мне подсказали мои пациенты. Некоторые из моих пациентов для успокоения нервной системы принимают препарат под названием афобазол. Так вот выяснилось, что при приёме этого препарата у многих людей давление надолго и стойко нормализуется. Ну и ещё один препарат, который не просто сбивает давление на время, а который именно лечит гипертонию. Он простенький, он дешёвый и давно-давно врачам известен. Препарат не очень сильный, но тем не менее неплохо помогает. Называется он папазол. То есть такие таблетки, которые стоят в аптеках 3 копейки. Вот курс лечения этим препаратом на протяжении 1-2 месяцев, очень многих людей тоже стабильно нормализует давление. Ещё раз повторю, препарат не сильный, но тем не менее для некоторых людей его оказывается достаточно. Ну и естественно, все эти препараты, которые я перечислил, их не нужно применять все сразу. Надо попробовать попринимать какое-то время один препарат, посмотреть на реакцию, как организм реагирует, какое давление у вас будет. Не помогло, переходим ко второму препарату и так далее. Но всё-таки стараемся лечиться вот этими мягкими и естественными препаратами. И напоследок, дорогие друзья, отвечу на ваш вопрос, который вы мне не задавали, но скорее всего зададите. Вопрос звучит так. Доктор, если я много лет или несколько месяцев пью таблетки от давления, нужно ли их отменять сразу, в один момент? Нет, дорогие друзья, этого делать не нужно. Все таблетки от давления нужно отменять постепенно. То есть нужно постепенно снижать дозу своих препаратов. И кроме того, нужно знать, что есть группа лекарств, которые ни в коем случае нельзя отменять очень быстро. Это так называемые адреноблокаторы. Конкор, Петалок, Лакрен. То есть если вы в инструкции к своим лекарствам видите слово адреноблокатор, вот эти препараты нужно отменять очень осторожно и очень постепенно. Иначе может случиться даже инфаркт. Да и все остальные препараты тоже нужно отменять постепенно под контролем своего ежедневного давления. Постепенно снижаем дозу лекарств и переходим на те естественные методы лечения, о которых я рассказал. И это на сегодня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и будьте здоровы! Продолжение следует...